Давайте друг другу поаплодируем, друзья, это прекрасный вечер. О том, кто будет приглашен на церемонию, горожане узнали еще в ноябре, но в режиме волнения и ожидания номинанты находились больше двух месяцев. В этом году на премию претендовали 65 молодых людей, а лауреатами стали только 10. Министерство города нас отметило в очередной раз. Это моя вторая премия «Есть за что». Это действительно классно, можно похлопать. Премию «Есть за что» учредил Игорь Пушкарев в 2013-м. Вознаграждение присуждают тем, кто внес значительный вклад в развитие города. За 4 года 85 активных и целеустремленных молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет получили денежное поощрение по 100 тысяч рублей. Наш проект появился в 2011 году. Мы тогда просто собрались с группой друзей с желанием поехать на остров Попово, попрыгать со скал в воду. И постепенно в течение 5 лет это выросло в большое движение, в котором за 5 лет успело поучаствовать более 4 тысяч человек, представители молодежи нашего края. Мы ездим по разным уголкам Приморья, исследуем край. Ежегодно премия присуждается по 8 номинациям. На этот раз среди конкурсантов администрация Владивостока выделила музыкантов, спортсменов, организаторов фестивалей, людей культуры, исследователей и программистов. Журналисты тоже не остались без внимания. В число лауреатов Анна Бережная не попала, но ведущую пригласили в качестве почетного гостя, а также выразили благодарность за объективное освещение городских событий. Очень приятно оказаться сегодня здесь в этой компании. Не только получить благодарность приятно, но еще и пообщаться с этими людьми под Новый год. Это такой хороший подарок и стимул к действию, к развитию, к росту. Вечер украсили не только люди и вручение премии, но и подведение итогов деятельности Управления молодежной политики. В 2016-м были проведены десятки мероприятий и реализованы заметные городские проекты. Среди них, например, Школьная лига КВН и Летний кубок, Шествие Бессмертный полк, Праздник День молодежи, Профильные смены для молодых лидеров, День тигра, Стартинейджер и многое другое. Я рад, что эта работа происходит на протяжении ряда лет и я думаю, что мы будем продолжать совместно работать в этом направлении. Как и положено, о начале приема новых заявок на премию ЕС-ЗА-Что-2017 будет объявлено заранее. Валерия Белоус, Новости на Восьмом.